Благодарю вас, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, хотел бы в свою очередь поприветствовать гостей нашего саммита БРИКС и поблагодарить председателя России Зиньпина за организацию встречи в столь широком формате. Считаю весьма полезным проведение заседаний БРИКС+, в которых участвуют руководители государств, заинтересованных выстраивать взаимовыгодное партнерство с нашим объединением, исходя из близости взглядов на насущные проблемы глобальной политики и экономики, а также на пути их решения. Важно, что представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга. За то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений. Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого «либерального миропорядка» на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов. В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. В каких правилах, кто эти правила придуман, непонятно. Но попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, все это лишь обострило кризисное явление мировой экономики. Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы и принципы ВТО. Здесь коллеги вспоминали сейчас про ВТО, но мы же знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система. Рвутся производственные, логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект, особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары. И хотел бы еще раз подчеркнуть, уважаемые коллеги и друзья, это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит по защите Донбасса. Хочу подчеркнуть еще раз, резкое усиление инфляции не вчера произошло, это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней и, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран Большой Семерки. Безконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Причем эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложения, и спрос на товары и услуги. Самым серьезным образом оказался разбалансированный рынок продовольствия. Ну, еще раз хочу сказать, я говорил об этом на недавнем саммите в Санкт-Петербурге экономическом. Напечатали денег, раздали в своих странах, в богатых странах, и как пылесосом с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары. Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, нет экспортеров, а теперь у них больше на 17, по-моему, на 17 миллиардов долларов они покупают, чем продают. Вот и результат печальный для мировых продовольственных рынков. Причем скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения. По-моему, французской королеве Марии Антуанетти приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных, бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то. Но если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна. Кстати говоря, ворожай у нас намечается хорошим, Бог даст, всё будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов зерна. Тем не менее, усложняется страхование транспортно-перевозящего зерна, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее. При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через Черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно 5-6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы. Тоже кое-что. Но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает. Но дело-то даже не в этом. Я уже публично много разъявлял, и хочу ещё раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой стороны. И готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН. Но не хватает по-прежнему одного конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшнего. Подчеркну, Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке хельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Упомяну и о том, что многим нуждающимся странам Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь. В частности, российское продовольствие было недавно безвозмездно поставлено в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Кубу, Судан и некоторые другие страны. Уважаемые коллеги, хотелось бы ещё раз отметить, что для наращивания практического сотрудничества объединения БРИКС с партнёрами из числа представленных на нашей встрече государств имеются все реальные возможности. И мы чувствуем вашу встречную заинтересованность в поддержании тесных деловых контактов. Не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональными объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет Арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана. И, конечно же, серьёзные перспективы открываются для сотрудничества всех наших государств в контексте сопряжения интеграционных процессов, идущих в Евросийском экономическом союзе, с реализуемым Китаем крупным инфраструктурным и торговым проектом «Один пояс – один путь». Вы вообще убеждены, что только на коллективной основе можно и нужно заниматься решением многих серьёзных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня. И наша сегодняшняя встреча является примером конструктивной работы именно в таком ключе. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.